Всем привет! Представляю вашему вниманию механический бункер в виде бубна для страйкбольных автоматов серии AR и AK. AK только под 5.45. В данном видео я покажу как собрать такой бубен и немного протестирую его работоспособность. Данное изделие предназначено для фана и безудержной стрельбы. Фанатичным реконам советую выключить видос. Также считаю важным сообщить, что бубны заводского исполнения от CIMA с электроподкруткой для AK и AR можно найти примерно за 2500 рублей. И если вы не имеете в наличии 3D принтера или друзей с таким принтером, то заказывать печать в конторах занимающихся 3D не стоит. Ценник они вам зарядят 1000 на 5 как минимум. А с принтером под рукой цена будет значительно ниже даже цимовского бункера. Переходим к практической части. Для сборки нам потребуются следующие инструменты и запчасти. Собственно распечатанные детали из архива. Бункер-донор. Для AK это соответственно бункер от AK, а для AR это стандартный рифленый магазин от AR. Для AK модель адаптирована только под магазины 5.45. Отвертки, набор шестигранников, пружина от пулеметного короба. Для бубна AK понадобится 55 мм пружины, для AR 105 мм. Разные винтики. Размеры я буду сообщать по ходу сборки. Может быть понадобятся пассатижи, либо кусачки. Пила. Шуруповерт со сверлами. 2 мм. 2,3 мм. И 3 мм. Развертка или круглый напильник. Приступаем к сборке. В первую очередь выпотрошим бункер-донор для нашей системы. Разбираем и откладываем по сторонку детальки, которые нам пригодятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После разборки пилим корпуса у бункеров. Арочный магазин пилим примерно посередине. А кашный пилим по второму ребру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подготовили. Теперь берем деталь номер 12 и номер 13. И в зависимости от модели автомата вставляем обрезанные корпуса в данный переход. В этом переходе предусмотрены отверстия, через которые мы просверлим наши корпуса 3-х миллиметровым сверлом и с фиксированными винтами ИСО 73-80. М3 на 8 мм. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Теперь распилим внутреннюю часть бункера от АК. Пилим примерно здесь. Если отмерять от верхней крышки, выходит примерно 42 мм. Убираем заусенцы. Возвращаем на место стопор для шаров и фиксируем двумя штатными винтами. И получается у нас вот такая деталька. Далее берем деталь номер 14 и вставляем в нее пружинку до упора. При необходимости стенки можно стянуть винтом М3 на 10 мм с гаечкой. Мне это не понадобилось, так как пружина держится очень плотно. Получившееся недоразумение натягиваем на внутреннюю часть шахты от бункера. При желании также можно зафиксировать винтом, предварительно просверлив отверстие. Возвращаемся в корпус шахты и фиксируем пинами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Для арки шахта подготавливается по-другому. Необходимо распечатать детали номер 15 и 16. Установить в них стопор. Установить в них стопор для шаров. Крышку горловины. Приложить пружину. И зафиксировать винтами ГИН 79-91М3 на 14 мм с гайками. Вставить эту сборку в наш подпиленный корпус. На этом моменте различия в сборке между АК и АР заканчиваются. Переходим непосредственно к корпусу бубля и механизму подачи. Начнем с передней части корпуса. В детали номер 2 прикрутим деталь номер 6. На 4 винта ISO 7380М3 на 8 мм. Затем устанавливаем деталь номер 7. Ось крутилки. Если надо, расширяем посадочное отверстие. При помощи развертки либо напильничка. На ось устанавливаем крутилку деталь номер 5. Фиксируем ДИМ 913 либо ДИМ 914М4 на 12 мм. Теперь, используя деталь номер 10, устанавливаем ее во внутреннюю часть передней крышки. Фиксируем винтами ISO 7380М3 на 5 мм. в 4 штучки. На ответную часть оси устанавливаем шестеренку деталь номер 9. При желании можно зафиксировать каким-нибудь винтиком М5 не более 10 мм. Переходим к задней части. Берем деталь номер 3. И устанавливаем в нее штатные шестеренки от бункера. То же самое будем производить с деталью номер 4, предварительно рассверлив посадочное отверстие. Здесь у нас 3 мм, здесь 2 мм, здесь 2,3 мм. Здесь сверлим 2,3 мм. Прежде чем соединить половинки, установим пружинку подачи шаров в паз. То же самое делаем и с AR-серии. Теперь соединяем половинки. Фиксируем двумя какими-нибудь винтами диаметром 3 мм и длиной 20 мм в нижней части. Устанавливаем полочку деталь номер 11 к верхней части. И фиксируем теми же винтами M3 на 20 мм. Теперь данный механизм можно установить в корпус на посадочные места. А шахту магазина на свое посадочное место. Далее к шестерне подкрутки прикриваем передаточную ось деталь номер 8. И устанавливаем шестеренку деталь номер 9. И в заключении собираем половинки корпуса вместе. Фиксируем корпус винтами DINC 7991, M5 на 50 мм. Четыре штучки. Далее к шестерне подкрутки. Воздух закончился Заключительное слово Данный бубен, данную систему Можно использовать для других страйкбольных автоматов Главное уметь моделировать в 3D программах Для совместимости необходимо переделать деталь номер 12 или 13 Под ту или иную шахту Насколько я знаю, один комрад уже планирует адаптировать бубен для скорпиона Будем ждать А я через какое-то время планирую снабдить данную систему мотор-редуктором для электроподкрутки А потом адаптирую данную систему для газовых блоков Вот такие дела На сегодня все До скорого